Идите сюда. Выпустил погулять семью Орпингтонов. Такие красавцы. Здесь у меня люцерка растет. Но сейчас уже все поели. Ничего не пооставалось. Ходят по листве тут что-то ищут, загребутся. Вот такие вот Орпингтоны. Петух очень крупный. Молоденький еще. Месяцев 10, наверное, 9 даже. Он уже очень хороший. Еще даже гребень особо не вырос. Ту-ту-ту. Курочки. Хорошая птица. Несется. Несется более-менее хорошо. Покрасуйся, покрасуйся. Какой хвост. Покажи, какой у тебя хвост. Вот такой хвост. Вот такой у тебя хвост. Какой индюка. Вот такой красивый. Вот такой у тебя хвост красивый. У золотой рыбки. Классная птица. Мне очень нравится. Очень спокойная. Ну, летает, не бегает. Не то, что у хилюи или корниши. Хотя корниши тоже спокойные. Вот у хилюи, конечно, это да. Все, сетка там закрыта у меня. Потом покажу. Сейчас кормлю зерно пшеницы, ячмень, кукурузы перебитые. Добавляю мясокосную муку. Все это перебиваю. И у меня кормушка на 4 части поделена. Вот в 2 части я кладу вот этот комбикорм, получается, зерна. И в 2 части я кладу, у меня валяется. Мешки надо поукидывать. Мегамикс. Для бролера финиш. Оранжевые мешки. Ну, как бы... Я много комбикорма уже перепробовал. Они хорошо едят пурину. Ну, вот на этом я не рекламирую, конечно, каждому свое. Но мне нравится этот комбикорм. У нас он стоит 900 рублей мешок. В мешке 20-25 килограмм. Они его едят хорошо. И вес на нем хороший у них. Ну, я стараюсь его давать так. Не всегда. Больше, большую часть я даю свой комбикорм. Зерно и мясо-коскому. Вообще, по-хорошему еще макуху можно бить. Это жмых подсолнечный. Своевый жмых. Как бы и так нормально. Их как бы немного. Например, ухилюям я вообще не даю покупной. Только свой. Потому что их у меня большая семья. Корнишам даю покупной и свой. И они покупной съедают. И потом начинают на меня смотреть такими глазами. Я не поддаюсь. И они съедают. И мой корм потом. Через какое-то количество времени. Так что. Прихожу к кормушке. И вообще стараюсь, чтобы кормушки были голые. Вот если кормушка голая. Птица голодная. Птица здоровая. Когда слишком часто остается корма. Ты уже не можешь проследить. Здоровая у тебя птица или больная. Поэтому надо так делать, чтобы голая была кормушка. За ночь приходишь. Покормил на день. В принципе им хватает. Вот как-то так. Подписывайтесь на мой канал. Но я конечно в ютюбе гость редкий, ленивый. Потому что приходится очень много работать. Снимать некогда. Люди просят. Поснимать. Стараюсь. Как бы поснимать. Форма конечно очень хорошая. Классно. Курочки хорошие. И петушок хорошие. Вот такая у нас на Кубани зима. Всем спасибо. Пока.